Всем привет! Меня зовут Даша и я веду семейный бюджет по системе денежных конвертов. Моя семья состоит из трех человек. Да я, мой муж и ребенок дошкольного возраста. А еще у нас есть кошка и маленький хомячок. Сегодня будем распределять деньги по конвертам. Но сначала финансовая игра квест. В прошлом раунде этой финансовой игры квест мне выпало следующее задание. Нужно было сделать из банкноты любую фигурку оригами, мани оригами. Я сделала вот такого небольшого журавлика. Использовала для этого банкноту 10 рублей. Банкноту большим номиналом мне было использовать жалко. Поэтому я взяла самый маленький номинал, который у меня был в наличии. Конечно, сейчас выпускают еще 5-рублевые банкноты. Но у меня было в наличии только десятка. И получился вот такой маленький очаровательный журавлик. Мне вот очень удачно тут орел в углавой на крылышке. Вот такая маленькая фигурка. И теперь он сменит вот этого моего журавлика. Пускай будет всегда со мной. И приносит мне финансовую удачу. Но у меня оставалось здесь еще одно задание, которое я тоже должна была выполнить. Это нужно было заработать к этому распределению дополнительно 1500 рублей. Задание я не сделала. Не получилось у меня заработать эту сумму. Я хотела вот за счет продажи ненужных вещей внести в наш бюджет семейный эту сумму. Но продажи не состоялось. Но думаю, что к следующему распределению я обязательно справлюсь. Это задание у меня остается. Я его уберу лишь в том случае, когда эта сумма будет заработана и направлена на распределение. А сейчас вместе с вами откроем следующий конверт. Так, эту записку я оставлю здесь. Задание все. Она у меня актуальна. И откроем следующий конверт и узнаем, какое же у меня задание будет на ближайшем месяце. Осталось здесь всего три конверта. Буду открывать этот. Так, сейчас я его вскрою. Где он вспомогательный инструмент? Вот он. Вот они мои ножницы. И сейчас я его аккуратненько открою. Наверное, вот так все-таки отрежу. Так, чтобы пыль не летела, я подвину. Все готово. Итак, какое же у меня там задание? Так, сейчас узнаем. Ура! На следующем распределении положить сверхпланов конверт заботы о себе полторы тысячи рублей. Какое замечательное задание. Вот смотрите, как раз получится то, что я заработаю и эти же полторы тысячи потрачу на себя. Такие замечательные два задания. Так, это я ставлю в статус активных. И сейчас перейдем к распределению наличных по конвертам. Итак, сегодня на распределении 60 тысяч 50 рублей. Это деньги, которые были заработаны нашей семьей за декабрь. Но все окончательные выплаты были вот только в начале января. Это так получилось, потому что муж у меня работал по договору ГПХ. Но сейчас он опять меняет работу. Хорошая новость. Он теперь выстраивает официально именно по трудовому договору, а не по ГПХ. И это очень хорошо для нашей семьи. Более спокойно уже можно и отпуск будет планировать, и какие-то такие события. И по идее сначала доход будет чуть меньше, но потом в перспективе должен увеличиться. Это просто замечательная новость. То, что все получилось, как планировали. И я очень рада, что наконец-то у мужа получится заниматься тем, чем он давно мечтал. Идем к распределению. Это у меня финансы для финансовой игры копилки, для обычных копилок. Размещаю их сюда. И сейчас размещу все подготовленные наличные на подставку. Здесь у меня вот такая внушительная стопка. Тут есть и пятитысячная банкнота, и двухтысячные банкноты. Вон их несколько. Тысячные. Итак, давайте их размещать на подставку. Так, пятитысячная красавица. Вот, целых три у меня двухтысячных банкнота. Вот, давайте их сейчас положу. Аккуратненько размещу их тоже на подставке. Давно они ко мне не приходили. Двухтысячные. Наконец-то они тоже будут у меня в моей коллекции. Наличных денег. Так, банкноты по тысяче рублей. Размещу их рядышком вот сюда. Так, далее банкноты по пятьсот рублей. Так. Сейчас с них тоже аккуратно все сложу. Так, готово. И отправляются они на свое место, на подставку. Две банкноты по 200 рублей. Тоже не часто ко мне они попадают. Но в этот раз у меня прям и банкноты по 200 рублей, и банкноты по 2000. Прям много разнообразных банкнот. Наверное, нету только по 10 рублей и по 5 рублей. А так представлены всевозможные банкноты, всевозможные номиналы. Так, 100-рублевые банкноты. И полтинник я, наверное, вот такой к соточкам рядышком поставлю. Итак, приступим к распределению. Сначала обязательные платежи. Услуги. ЖКХ и связь. А, 7700. Все было потрачено. На балансе 0. Сразу в табличке у себя отмечу первые три категории. И потом сразу внесу в конверты. Детский садик. У меня по остаткам 2000. Нужно, чтобы на балансе было 4000. И как раз вношу 2. И остаток будет 4000. Продукты. Все потратили. Даже пришлось пользоваться вручайкой. Потому что были новогодние праздники. Деньги требовались. Хорошо, что получилось уложиться в запланированные суммы. Там у меня было чуть больше. Я планировала на декабрь месяц 24 тысячи. Уже на январь 22. Так, давайте. Сейчас я все разнесу по конвертам. Услуги ЖКХ. Это идет раздел обязательных платежей. ЖКХ. Вот это все. Мобильную связь. Я оплачиваю с помощью карточки. Деньги я на этих целей не снимаю. Они у меня располагаются на карте. Поэтому я просто здесь на записке себе укажу. То, что мой бюджет на данные категории 7700. Должно уложиться. Как раз сезон утопления. Сейчас наступила холодная зима. За утопление платим еще больше. Батареи горячие. Чтобы мы не замерзали. Так, 7700. Детский садик. На балансе 4000. Должно хватить. Потому что если учесть, что первую неделю января детский садик не работал. Все отдыхали. Так, готово. И следующая категория. Это у меня будут продукты. Продукты у меня, как всегда. У меня идут часть наличные, часть на карте. Так, общий бюджет на январь месяц. На продукты питания 22000 рублей. Я сюда еще хочу положить наличные. Это у меня будет 5000 банкнота. Как раз достаточная сумма. Для тех продуктов, которые я покупаю за наличные. Вот она, красавица. И отправляется в этот конверт. Переходим дальше. Это домашние питомцы. Тут остаток достаточно большой. 1500. Потому что до нового года начались холода, морозы. И свою кошечку я ведь клинику не понесла. В принципе, она чувствует себя хорошо. Это лишь контрольное посещение. Как станет чуть теплее, чтобы не морозить ее. Погрешность в один месяц. Это ничего страшного. То есть, с момента операции, последних хороших анализов. Полгода должно пройти. Как раз в декабре прошло полгода. И вот до конца января нужно будет ее показать. Дать анализы. Так что время терпит. Поэтому здесь оставалось 1500. Я дополняю. 500 рублей. Будет на балансе 2000. Должно хватить и на нужды хомячка. И на нужды моей очаровательной кошечки. Так, сразу по всем остальным конвертам. На быт, констовары, бензин. Все потратили. Все по нулям. Конверты полностью пустые. И в эти конверты на быт 500 рублей. На констовары 500 рублей. И на бензин 3000 рублей. И на балансе будут, соответственно, такие же суммы. На бензин должно хватить. Потому что не весь инвайд. Требовалась машина. Первые месяцы очень холодные. Когда холодно. Еще не всегда пользуемся автомобилем. Стараемся больше сидеть дома. Или совершать пешие прогулки. Еще очень снежно. Все дороги заметены. И это как бы нерационально. Тратится много времени. Поэтому, думаю, даже здесь, наверное, и останется на следующем месяце. Итак, давайте все разнесем. Все суммы домашней питомцы добавляют 500 рублей. И вот конец года закончилась. Это потрясающая акция, которая шла. 25% скидки на наш любимый кошачий корм в зоомагазине. В этом году уже буду искать какие-то другие возможности. Может быть, еще какая-то акция будет. Но, конечно, кормы менять не будем. Но будем искать какие-то другие возможности. Возможно, где-то что-то 5-3% удастся сэкономить. Но в любом случае, большое спасибо производителям товаров. Что они иногда делают такие замечательные акции, которые позволяют нам хотя бы немножко, но экономить наш бюджет. Все для быта. Так, 500 рублей. Все верно. Констовары, детские игрушки, тоже 500 рублей. Так, сейчас все банкноты будут размещены. И как раз вот найдется место для всех моих банкнот номиналом по 500 рублей. Так, транспорт, бензин. Так, ты тысячи. Ну ладно, двухтысячную. Нет, тысячные положу. Двухтысячные я буду стараться сохранить, потому что на бензин, оно, скорее всего, банкноты все уйдут. Ну нет, двухтысячные, пускай лежат, радует мой глаз. Если, тем более, учесть, что они не часто попадаются, то пускай будут. Тем более, от них столько положительных эмоций. От этого красивого дизайна. Так, 3000. Это идет на транспорт, бензин. Все готово. Так, вот следующий категория. Это у меня идет автомобиль и налоги. Отметила себе оранжевым. Сделала такие вот себе записочки. Так, как Центробанк у нас поднял ключевую ставку. И, естественно, по всем вкладам стали очень-очень заманчивые и интересные предложения. Но так как наш семейный бюджет, он не предполагает уже накопленного большого капитала. Систему веду не так давно. И капитал еще накоплен не был на данный момент. А минимальные вклады там от 50, от 100 тысяч. Но прошерстила различные предложения банков. И нашла то, что есть даже предложения по накопительному счету, на которые можно вносить финансы, снимать финансы. И тоже со ставкой 16%. Ну, только 2 месяца. Но в любом случае это хоть какое-то начало. И получится заработать хоть небольшие, но все-таки суммы. Я пробежалась по всей своей табличке, по всем своим конвертам. И нашла те категории, которые в ближайшие 2 месяца точно не будут тратиться. И все финансы, которые там были. Вот на автомобиль, на страховку, налоги, вот эти суммы. На крупные покупки. Накопление на оборудование для съемок YouTube. На обучение, на отпуск. Я их все взяла, все сложила. И внесла на этот счет, чтобы эти деньги уже стали приносить какие-то еще деньги. Но только именно те категории, которые в ближайшие 2 месяца я точно трогать не буду. И вот на бумажном носителе. На бумажном. Ну, да, бумажном носителе записки же на бумаге. Сделала себе вот такие вставки. На такой момент, может быть, как-нибудь еще как-нибудь переделаю. Как-нибудь идея пойдет в голову. И вот себе сделала то, что какая сумма была обнесена. И где находятся деньги из этого конверта. Чтобы путаницы не возникало. Чтобы точно знать и понимать, где находится финанс. Вот, на страховку автомобиля. На этом распределении 600 рублей. Вот эти суммы я уже все посчитала. И вносила уже баланс остаток. То есть, по этим конвертам сейчас сюда я вносить не буду финансы. Они уже внесены. И уже занимаются работать. Лежат на накопительном счете. И зарабатывают небольшой, но все-таки процент. И вот, давайте я вам покажу. Вот автомобиль. Это то, что на ремонт автомобиля. На страховку. И уже себе здесь щит я уже закрасила. Закрасила взнос. На данное накопление все внесено. То же самое по налогам. Конверт пустой. Оставила здесь себе напоминание. И закрасила в моем треке два мешочка. Чтобы знать и оценивать, как происходит уже накопление на данную цель. Дальше. Это выручайка. Резервный фонд. Он опустел. Как всегда, выполнил просто отлично свою функцию. Мне помог. В декабре месяце отлично справился со своим предназначением. Здесь ноль. И я вношу тысячу рублей. И на балансе тоже будет тысяча рублей. Наверное, здесь я на нем... Да, вот так. Мне так удобнее будет. Две банкноты по 500 рублей. И брать из него удобнее будет. Вот так. Сделаю сразу размину. Так, выручайка представителя резервного фонда. Тысяча рублей. Следующий большой раздел идет у меня финансовая свобода. На инвестирование направляю минимальную сумму ежемесячную. Это 3 500. На балансе будет 3 500. Все, что здесь было, я внесла на свой брокерский счет. И уже эти деньги тоже были отправлены в работу. Были закуплены ценные бумаги. Все еще продолжаю изучать данный инструмент. Даже добавила себе в ежедневные привычки то, что обязательно зайти, что-то почитать в этом вопросе. Для того, чтобы научиться пользоваться данным инструментом. Чтобы он начал мне приносить сначала небольшой доход, а потом все больше и больше подрастающий. Подушка безопасности. Продолжаю в ней накопление. Так, вношу тысячу рублей. На балансе будет 2 000 рублей. Вот эту сумму я не трогала, потому что она, во-первых, не такая большая. И все-таки мне спокойнее, когда у меня есть подушка безопасности именно в наличке. То есть вот здесь у тысячи рублей, здесь 2 000 рублей. Сумма небольшая, но пускай она будет под рукой. Поэтому я ее пока не трогала и тоже на накопительный счет не отправляла. Соблюдаю правила не хранить все деньги в одном месте и чтобы они были ранжированы по скорости доступа к ним. Какие-то суммы можно сразу взять, использовать, когда они потребовались, какие-то чуть позже. То есть принцип рационального хранения ресурсов, в данном случае денег. Так, давайте внесем эти суммы в конверты. Вот инвестирование. Первое. Я здесь пока не считаю, не отмечаю, потому что, возможно, какие-то суммы еще будут добавлены. В прошлом месяце получилось только Т-500. То есть вот базово у меня идет Т-500. Но если вдруг получится еще в течение месяца внести всю эту сумму, я это сделаю. То есть когда деньги, дополнительный заработок какой-то поступает, я его отправляю либо на следующее распределение, суммирую с основным доходом, либо направляю в конверты инвестирования. Ну, чаще всего у нас, нет, даже ТАИ направления. Первое, это на распределение. Второе, на инвестирование. Либо, если конвертовая ручейка не справляется и не хватает денег, то уже для того, чтобы перекрыть расходы по обязательным платежам, по обязательным расходам. Итак, ТАИ-500 я добавила. И следующий конвертовый резервный фонд. И сюда мне нужно 1000 рублей. Вот она, тысячная банка нота отправляется на свое место. Так, двигайся, к тебе здесь подружка пришла. Да, места много, для всех хватит. Переходим к долгосрочным фондам. Так, давайте все подвину. Финансы были потрачены. Одежда, обувь ноль, здоровье аптека ноль. Везде по нулям, за исключением конверта спорта. Не удалось посетить запланированные тренировки в бассейне. Но опять-таки, месяца такие зимние, простудные. Поэтому пока нет. Но деньги есть, на эту цель они отведены. И обязательно мы с мужем туда попадем. Так, первый конверт. Одежда, обувь я хочу внести 1000 рублей. Здоровье аптека тоже 1000 рублей. Сразу буду отмечать балансы. Забота о себе маникюр ноль. Тоже все потратила. Все под конец года у меня нужно было совершать большие закупки. Поэтому 0 рублей, тут будет 500, но уже на следующем распределении. Я уже видела создание финансовой игры квеста. Здесь ожидается большое пополнение. Хобби ноль. Ну, хотя бы 100 рублей закину. Пускай накопление происходит. Конвертик обижать не буду. В спорт добавлю 200 рублей. Все-таки я думаю, что в бассейн мы начнем с мужем ходить. Тем более зимой я в бассейн ходить люблю больше всего. У нас в городе есть открытый бассейн и вода с подогревом. То есть плавать достаточно комфортно. А когда выныриваешь, вот этот морозный воздух, падающие снежинки, очень красиво. А если еще и вечером, то красивое небо. Вот эта вся атмосфера я очень люблю. Прямо мне нравится. Так, крупные покупки. 500 рублей. И на оборудование YouTube 100 рублей. То, что обозначено оранжевым, я, как говорила ранее, это я уже распределение по этим конвертам сделала. И вот эти суммы, они у меня были занесены на накопительный счет. Вот. И еще две категории будет. Так, давайте быстро раскидаем. Одежда, обувь. Это тысячная банкнота. Так. Я думаю, она потрачена будет. Там уже есть планы. Планы. Разнообразные планы покупок. Аптека. Обязательно должен заполняться конверт. Все-таки сезон простуд никто не отменял. К сожалению, болеем часто. Болеем много. Болеем всей семьей. Но и не только я. В садике у нас постоянно тоже все болеют. Группы на карантин закрываются. Какой-то год прям очень простудный, очень болезненный. Надо, наверное, больше закаливаться. Надо будет изучить этот вопрос закаливания для того, чтобы меньше болеть. Да, как минимум меньше болеть. Так, забота о себе. Банкнота 500 рублей. Так. Вот твое место. Отправляйся в свой конвертик. Так, нет. Хочу красиво положить, чтобы было все ровненько. Так вот. Готово. А, вот. Куда же были потрачены финансы из конверта хобби? Себе оставила такую небольшую записку на эти деньги. Здесь, по-моему, тысяча была или тысяча с копейками. Я купила кормушку для птиц на окно и специализированный корм. Так как пришли холода, холодная зима, птички у нас нуждаются в дополнительном питании. Именно для синячек. Хотя мы живем на достаточно высоком этаже. Мы живем на 10 этаже. Но синячки все равно прилетают. Я здесь приложу фотографию. Где-то здесь она должна появиться. Замечательная кормушка. Прозрачная. Крепит именно на стекло окна. И такие кормушки у нас в квартире стоят две. Одна на балконе, одна в детской. Ребенку очень нравятся кошки. Да и мне тоже. То, что прилетают вот эти красавицы с желтыми грудками. Как они кушают, клюют. Наблюдать за ними одно удовольствие. Как бы и доброе дело, то, что у птичек появляется корм. Да, долетают. Читала даже на форумах. Читала отзывы. То, что даже до 24 этажа долетают синицы. Потому что они умеют, они могут. А если там тем более стоит кормушка, то по пути вот этого их полета почему бы не залететь и вкусно не покушать. Кошка тоже в восторге. У нее проснулись сразу охотничьи инстинкты. Охотится на птичек. Конечно, их пугает. Но покушать у птичек возможность есть. Корм приходится досыпать достаточно часто. Причем корм был куплен специализированный именно для птиц. А там и семечки, проса и другие разные злаковые культуры. Вот такое вот приобретение для нашего семейного хобби. Так, и в этот конверт я в них хочу внести. Так, смотрим. Да, 100 рублей. Пускай накопления здесь продолжаются. Чтобы ему было не обидно, не скучно. Здесь пускай будет 100-рублевая банкнота. Так, наверное, записку я верну. Потому что я хочу себе здесь сделать небольшую бумажную вставку. Обозначить, какое приобретение было совершено на деньги из этого конверта. Чтобы смотреть, радоваться, получать подпитку положительной эмоцией. Следующий конверт – это конверт спорт. Здесь 1400, нужно добавить 200. Вот эту красавицу. Вот здесь такая даже одна есть. Вот, теперь будет две. Размещаю в этот конверт. Следующие два конверта – это крупные покупки. Здесь идет указание. То, что финансы были отправлены на накопительный счет. И сейчас работают, занимаются работой, зарабатывают дополнительные финансы. Пускай небольшие. Но я рада всем денежным потокам, которые поступают в нашу семью. Пускай работают. Здесь 800 рублей. 100 внесла. 800, а был направлен на счет. Итак, образование. Первый конверт – это книги. Баланс 0. Так, хочу добавить 200 рублей. Баланс 200 рублей. Ребенок. Мастер-классы, секции, кружки. Тут даже был остаток 750 рублей. Но нужно внести более большую сумму, чтобы на балансе было вот 3400. Так, обучение мужа пока не добавляю, потому что в этом нет на данный момент необходимости. Там по срокам оплаты, по накоплениям мы все вполне успеваем. Первый конверт – это книги. Новый список я пока не составляла, потому что когда была распродажа большая, я купила себе сразу несколько книжек, которые я показывала уже на прошлом распределении и пока я занимаюсь их чтением. И как только я их оселю, обязательно с вами поделюсь своими впечатлениями об этих книжках. И тогда уже обновлю здесь вот этот себе вкладыш. Так, накопление здесь отправляется 200 рублей. Вот эту красавицу. 200-рублевые банкноты я отправлю как раз вот в этот конвертик. Книжки хорошие. Вот сейчас я, кстати, читаю. Сейчас скажу. «Тайна маленьких решений». Энди Эндрюс. Очень нравится, читается легко. Получаю очень большое удовольствие. Конечно, желательно найти побольше свободного времени, чтобы можно было читать как можно больше. Но пока работаем с тем, что есть. Так, обучение малышам. Это мастер-классы по рисованию и обучение чтению письму. Так, нужно мне добавить 2,650. А, вот как раз банкноты 200 рублей. Банкноты 100, 10 и 100. Так, правильно я посчитала. Так, да, 2,650. Отправляются в этот конверт. О, размен полтинниками. Вот они полтинники. Так, вот так вот сложу. Сразу полтинник сюда, поближе. Чтобы мне было видно, что у меня тут есть полтинники. Иногда пригождаются. Например, у меня полтинники хорошо уходят, чтобы давать чаевые курьеру по доставке. Если даешь наличными, это 50 рублей. А если хочешь воспользоваться сервисом, который есть в приложении перевести чаевые, то там идет комиссия. У всех по-разному. Бывает и 5 рублей, и 2 рубля. А так, 5 рублей остается у меня. А чаевые, которые я хотела дать, ровно 50 рублей, я даю курьеру. Так, здесь вот указание. То, что все, эти деньги ушли на накопительный счет. Так, развлечение. Здесь у меня идет достаточно большая сумма. Указано вот сюда 5,600. Дело в том, что уже на февраль месяц у нас есть одна плановая поездка. Мы всей семьей поедем на турбазу. Там нам помогли с приобретением вот этих путевок родителей мужа. И нужно оплачивать не всю сумму, а часть суммы. Поэтому такая сумма небольшая, всего 5 тысяч. А турбаза хорошая. Там можно и на лыжах покататься, и хорошо отдохнуть, и поспать, и кормят вкусно, и детских развлечений много. Поэтому здесь 5 тысяч, причем 5 тысяч уже были оплачены еще до нового года. А на текущее развлечение я хочу 600 рублей. Сумма, конечно, небольшая, но вполне достаточная для того, чтобы сходить в какой-нибудь музей или на выставку. Как раз там стоимость одного билета где-то 200 рублей. А если выберем какое-нибудь мероприятие, которое там, где малыши проходят бесплатно, то, может быть, только и за взрослых платить. Потому что по-разному. Где-то нужно дошкольников доплачивать, где-то нет. Но 600 рублей должно вполне хватить. Так. Хотя я даже знаю, куда пойду. Мы пойдем, наверное, на выставку плотоядных растений. К нам в город, в один из торговых центров. Приехала большая выставка. Там будут мухоловки и различные плотоядные растения. У меня ребенок как раз этим интересуется. Недавно читали с ним экслопедию на данную тему и сказку. И будет здорово еще вживую на них, на всех посмотреть. Так. Это были развлечения. Отпуск. На отпуск у меня было направлено 200 рублей. И уже вот эта вся сумма, которая была в конверте, она была направлена на все тот же накопительный счет. Чтобы сумма там была чуть-чуть побольше. Все. Пускай деньги работают. В ближайшие несколько месяцев этот конверт точно я трогать не буду. Поэтому пускай там лежат и приносят свой процент. Следующий раздел. Это у меня идет подарки и благотворительность. В этом месяце именинников не так уж и много. Всего лишь двое. И бюджет, скажу так, тоже не сильно большой. Если получится дополнительный денег заработать. Вот, кстати, еще четвертое направление. Куда дополнительно заработанные деньги уходят. Бывает очень часто еще на подарки. Чтобы выбрать более лучший, более качественный подарок. Так, на подарки 2000, а на благотворительность 200 рублей. Так, в этот конверт я вот эту красавицу. Какая она красивая. Мне так нравится. Такой удачный, очень удачный дизайн. Я прям в восторге от нее. Но мне кажется, не одна я. Поэтому все любят такие вот эти банкноты. И само качество бумаги прям очень приятно ее трогать. А это вообще новенькое. Прям подарки для меня. Получился такой своеобразный вот эта банкнота. Она меня очень сильно радует. Так. И, кстати, деньги из конверта благотворительность я в декабре все отнесла. И отдала на вторсырье на благотворительность. Нашим эко-активистам на компенсацию транспортных расходов. Так. Вот 200 рублей. Вот. И, скорее всего, в дальнейшем буду стараться хотя бы небольшими суммами. Но поддерживать их инициативу. Итак. Все финансы были распределены по конвертам. А теперь переходим к финансовой игре копилки и к обычным копилкам. Итак. Сначала финансовая игра копилка. Первым броском кубика я узнаю, сколько конвертов будет сегодня запечатано. Один. Итак. Один конверт. Пускай это будет вот этот очаровательный желтый конверт. Сейчас я узнаю... Нет. Сначала сумму. Какая сумма будет направлена в этот конверт. Сейчас посмотрим. Вот тут у меня расположены вот такие маленькие записки. Пускай это будет вот эта записка. Так. Сейчас посмотрим, какая же сумма будет направлена в этот конверт. 500 рублей. Да, сумма маленькая. Я помню, в прошлом раунде, на прошлом распределении было около 2000 в общей сумме ушло на накопление. А в этот раз всего 500 рублей. Так. Вот. А на банкнота номиналом 500 рублей. И сейчас я эту банкноту расположу в этот конверт. А уже в дальнейшем узнаем цель. На какие же накопления здесь будут располагаться эти деньги. Так. Аккуратненько. Угу. Запечатываю с помощью обычного клея. Самое главное аккуратно по самому краешку намазать. Чтобы клей ни в коем случае не попал на банкноту. Так. Немножко подровняем. И оп. Все. Готово. Итак. На какие же цели здесь пойдут накопления. Вот. На конверт с моими целями. Так. Сейчас мы кого-нибудь там выловим. Вот. Вот эту записку. Сейчас посмотрим. На какие же цели здесь пойдут накопления. Так. О! Крупные покупки. 500 рублей на крупные покупки. Так. Где у меня была здесь наклейка? Вот она. Крупные покупки. Ну тоже неплохо. На самом деле я рада всем банкнотам. И маленьким, и большим. Так что пускай приходят ко мне. И маленькие, и большие. Я рада всем. Для всех у меня найдется место и применение. Крупные покупки. Так. Сейчас я наклею эту наклейку. Все. Готово. Конверт запечатан. Цель накопления в этом конверте обозначена. Это крупные покупки. И теперь я размещу этот конверт в моей шкатулке. Как раз у него тут есть его друзья. Вот. Смотрите сколько здесь уже конвертов. Накопления продолжаются. Идут. Просто замечательная финансовая игра копилка. Мне она очень нравится. Итак. Переходим к обычным копилкам. Вот они мои две копилки. Одна с накоплениями на отпуск. Вторая с секретными целями. Цели написаны на небольшом листке бумаги. И обычной в саму копилку. Когда буду открывать копилку, тогда будут известны цели накоплений. Здесь осталась достаточно большая сумма. Потому что на финансовую игру ушло всего лишь 500 рублей. Осталось здесь. Давайте посчитаем. Полторы. Так. 600-700. 800-900. 2. 2 500. Осталось 2 500. Итак. Как же мне поступить? Угу. Наверное я побольше закрою здесь квадратиков. А сюда отправлю скорее всего. Пускай это будет лишь 500 рублей. То есть 2000 у меня пойдут в данную копилку. И 500 рублей сюда. Так. Где мой фломастер? 500 рублей. Вот нижнее поле. Зачеркиваем. И банкноты. Номиналом 500. 100 рублей. А отправляется с накоплениями на отпуск. Почему я так сделала? То, что на отпуск поменьше, туда побольше. Потому что отпуск, да, то отпуск еще неизвестно. То есть накопления пускай здесь продолжаются. А в этой копилке осталось совсем много. Закрасить квадратиков. И можно уже будет ее открывать. Так. Начнем. 100. 200. Буду потихоньку, чтобы ничего не напутать. Так. 300 рублей. Банкнота. 100 рублей. Готово. И еще 200 рублей. Так. Сворачиваем и направляем в эту копилку. Так. Готово здесь очень много. Вот у меня аж целый веер 100-рублевый банкнот. Что даже очень неплохо. Так. 200 рублей. И 200 рублей. Также сейчас направлю в эту замечательную копилку. Так. Уже прям не терпится ее быстрее. Все заполнить, уже открыть. И исполнить те цели, которые на ней указаны. Так. Еще 200 рублей. Угу. Так. Все. Ушли. И только сейчас заметила, что здесь у меня есть два поля по 2000. Можно было все просто туда отправить и зачеркнуть всего один квадратик. Но с другой стороны, когда маленькими суммами, получается то, что зачеркиваешь и учеркиваешь в большее количество вот этих окошек. И благодаря этому на поле останется всего лишь несколько квадратиков. Так. 300 рублей. Так. Вот эту я зачеркнула. 300 рублей отправляю в эту копилку. И у меня осталась одна банкнота номиналом 1000 рублей. Сейчас мы здесь наберем нужную сумму. Ну, это будет сделать достаточно просто. 300, 200, 500 рублей. И еще 300. И еще 200. И вот она получилась 1000. Так. И отправляется в мою вот эту копилку. Отличное место для нее хватило. Итак. Давайте посмотрим. Здесь у меня осталось 2000. И здесь 2000. Но вот это будет сложнее всего заполнить. И остались лишь по 100 рублей, по 200, 300. Один полтинник. Нужно как-то всегда будет запланировать, и чтобы он тоже попал в эту копилку. Вот. Так что уже совсем скоро будем открывать и смотреть, что там, что там внутри этой копилки. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам всего доброго, чтобы копилки заполнялись максимальной скоростью, приносили вам как можно больше радости, увеличению ваших доходов. Всего доброго и светлого. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Пока-пока.